МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Правительственная связь». Сегодня у нас в студии председатель Республиканского госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Иванович Петров. Добрый вечер, Вениамин Иванович. Спасибо, что пришли к нам. Согласились ответить на наши вопросы. Завершился летний сезон. Каким он выдался по сравнению с 2012 годом? Насколько он был спокойнее, либо, наоборот, беспокойнее? Больше у вас было работы, меньше? Слава Богу, те показатели, которые мы сегодня имеем по несчастным случаям на воде, по гибели наших граждан на воде, они, показатели последние три года, идут в сторону улучшения. То есть количество несчастных случаев уменьшается, количество погибших уменьшается. Если в 2011 году мы потеряли на воде 71 человек, то в 2012 – 64. На сегодняшний день в республике мы потеряли 53 человека. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 10%. Но все равно много, да? Вот 53 человека, которые могли бы, в общем-то, жить совершенно спокойно, радовать и родных, и близких, приносить пользу. Именно на водных объектах погибают в основном мужчины. Это население здоровое, трудоспособное, возраст имеется в виду. Средний возраст – 44 года погибающих на воде. Поэтому мы потеряли, к сожалению, в этом году, конечно, это резкий рост у нас, мы потеряли детей. У нас на воде погибли 10 человек. То есть утонули 10 у нас детей, тем возрастом у которых менее 16 лет, к сожалению. И поэтому получается общая картина, общая картина. Из 43-х человек, которые погибли, мы потеряли 30 человек в нетрезвом состоянии. Это те, которые купаются. Это плюс у нас 8 рыбаков, которые утонули. Из них тоже больше доброй половины – это в нетрезвом состоянии. Бич, наверное, это не только наших представителей Чувашской республики. Бич, наверное, всех россиян. Когда вот есть поговорка пьяного моря по колено, оно и есть так. Потому что выпил, побежал купаться, выпил на рыбалку и все остальное. Поэтому вот с этим злом нам надо, всем обществом действительно надо бороться. А дети по каким причинам? Все 10 детей погибли у нас возраста, хотя я назвал, до 16 лет. Но основная масса от 6 до 12 лет. То есть они все 10 мы потеряли, когда они купались без присмотра родителей. Конечно, здесь можно в какой-то степени укор в адрес родителей, что они мало уделяют внимания и все остальное. Но хотя и школа в этом направлении много работает, особенно перед каникулярным временем. Майские дни, когда дети готовятся к большим каникулам, проводят всевозможные мероприятия, занятия, инструктажи и все прочее. Но тем не менее, вот беспечность родителей. Дети забывают, потому что они заигрались, побежали и в итоге вот несчастный случай. Здесь все же, наверное, беспечность родителей, когда, уходя на работу, все же надо, может быть, даже каждый день надо говорить, да, Ваня, не уходи туда-то, туда-то, не ходи туда-то, туда-то. Все эти моменты надо все же восстанавливать в памяти ежедневно. Приводя примеры даже, что вот там-то было то-то, 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 тогда что-то, наверное, будет результат положительный. – Ну, такие несчастные случаи, они происходят, в основном, наверное, все-таки на необорудованных пляжах, на местах, не приспособленных для купания. То есть там, где нет спасателей. Или просто спасатели не успевают? – Все несчастные случаи на воде – это то, что погибли во время летнего купального сезона, это погибли на необорудованных местах. Где места оборудования, что на Волге, что на Суре, что на малых реках, у нас, в течение случаев, слава Богу, на сегодняшний день нет. Даже вот насколько массовое купание здесь, на Волге, но спасатели на месте, постоянный обход, постоянное информирование через радио, результат свой дает. А чуть только отошли в сторону, то же самое, даже на Волге, здесь, в Чебоксарах, что на левом берегу, что на правом берегу, не оборудованы места, там у нас есть несчастные случаи. Поэтому первое, конечно, максимальное количество надо оборудовать места, чтобы все же были они. Пусть даже не везде спасатели, но чтобы было обследовано дно, чтобы были буйки, чтобы за пределы этих буйков не заплывать. – Вот вторая летняя беда – одна вода, вторая – огонь. – Слава Богу, за последние 20 лет, это первый год, тринадцатый, что нет ни одного лесного пожара зарегистрированного. А так у нас ежегодно, максимальное количество, понятно, 2010 год в счет не будем брать, шестой год – 112 пожаров было, 2002 год – 103 пожара, а так 50-60 пожаров ежегодно в наших лесных массивах. Здесь, конечно, я считаю, сыграло большую роль то, что в республике создали лесопожарную службу. Лесопожарная служба, Минприроды Чувашии, лесопожарная служба занимается не только тушением пожаров, больше она занимается именно, начиная с весны, заканчивая поздней осенью, это профилактика пожаров, именно работа с населением, с населением, которое находится в лесу, население, которое находится рядом с лесными угодьями, и работа, инструктажи, профилактика – это дает свои результаты. Ну, плюс, конечно, лесопожарная служба сейчас у нас, она оснащена современной техникой. За последние три года они у нас получили 61 единицу современной техники, это практически на сумму 100 миллионов рублей, здесь 71 миллион – это деньги наши, республиканские, плюс более 25 миллионов – это федеральные деньги, в этом направлении Минприрода работает, они оснащаются, и это дает свои результаты. Ну, вот ваши коллеги из федерального управления МЧС по Чувашской республике, в Данине однократно жаловались и постоянно напоминали о том, что пожарные гидранты, особенно в сельской местности, находятся в нерабочем состоянии. Эта проблема, она есть, остается, она не только в сельской местности, эта проблема существует и в городской среде, если летнее время еще так особых таких не представляет проблем, в зимнее время, да, потому что есть открытые гидранты, когда в зимнее время они заберзают. Были у нас случаи, да, действительно, даже вот в вибрессиях, когда у нас сгорел целый дом на 7 семей, ближайший пожарный гидрант, он был открыт, но и по этой причине там вода замерзла просто-напросто, да, потому что ей пришлось тянуть в пределах 300 метров. То есть это время. Да, это время, это время, это уже, поэтому, а мы работаем с муниципалитетами, то есть главное управление выдает всю информацию, представляет нам, и мы с муниципалитетами работаем уже по устранению этих недостатков. Денис Иванович, ну, всем, собственно говоря, уже известно, что лесные пожары, они крайне редко происходят по каким-то там, допустим, природным, из-за природных явлений. В основном это человеческий фактор. Точно так же, как и пожары в дачных кооперативах, в садово-огородных кооперативах товарищества. В этом году у нас много дачи погорело? Ну, дачные проблемы, это в основном возникает в весенне-летний период, когда открывается как бы дачный сезон. Там, конечно, одна из причин, то, что вот люди начинают, открывают свой дачный сезон, забывают или открытый огонь потушить, ушли домой, то есть не открытый огонь даже, тлеет, ну, думают, само собой оно потухнет, а ведь свойство такое, что тлеет, тлеет, и в итоге потом где-то ветер подул, и все полетело, упало, искра упала, и последствия очень печальные. Плюс зачастую забывают на дачных участках выключить электроприборы. Кто-то чайник поставил, кто-то печку оставил, и в итоге вот что в прошлом году 26 пожаров, что в этом году у нас по количеству 26 пожаров. В прошлом году потеряли мы 3 человека на дачных участках, в этом году 2 человека, но 2 человека – это тоже люди, то есть цифры здесь, ну, под цифрами как бы манипулировать не очень-то приятно, потому что жизнь человеческая, она дорогая. Ну да, даже если один человек погиб, это уже трагедия. Да, да, поэтому, ну, плюс и материальный ущерб, об этом тоже нельзя забывать. Но, конечно, на дачных участках, если сложно, тем, что очень мало водоемов и труднодоступные места, поэтому пока доедут туда пожарные, там практически уже получается и тушить-то нечего. Единственная задача, чтобы огонь не пошел дальше, чтобы локализовать, чтобы он не пошел дальше, и поэтому... А вот одно время частенько были случаи, когда пожары возникали из-за того, что жгут старую траву, сухую траву на участках. К сожалению, эта практика существует. Это не только вот дачные участки, близ расположенные участки, это придорожное полотно, придорожная полоса. Здесь зачастую даже от брошенного окурка через определенное время возгорается сухая трава, и уже дальше, уже процесс идет. Если не потушить, это может привести к большой беде. Или лес рядом, или населенный пункт рядом. Хотя количество в этом году было даже увеличено по сравнению с прошлым годом. На память у меня получается 388 у нас просто зарегистрированных случаев пала сухой травы. Зарегистрированных это в том случае, когда туда выезжали пожарные. А эту цифру можно удвоить, утроить. То, что просто не успели выехать, оно само по себе потухло. Но, слава богу, обошлось без последствий. Обошлось без последствий. Хотя, хотя... Но предпосылки к этому были и в Брестинском районе, и в Комсомольском районе. Буквально вот рядом с лесом, с лесопилкой и другие моменты. Но в этом году сейчас внесли у нас изменения законодательств Чувасской республики. Кодекс об административных правонарушениях. Есть сейчас уже статья, которую можно применять к виновникам пала сухой травы. Я думаю, в связи с этим уже люди задумаются просто-напросто. Ну, какая ответственность предусмотрена? Насколько она адекватная? Потому что ведь у нас законодательство вообще отличается мягкостью. Ну, здесь есть... 100 рублей не штраф. Ну, здесь уже не 100 рублей, более, более. Здесь уже переваливает 1000 рублей. Поэтому на физические лица, на юридические лица еще больше. Поэтому в этом направлении будем работать. Будет работать и муниципалитеты, ну, и с населением. Чтобы действительно, но эту проблему... Но плюс это и экология. Понятно, пожар. Плюс же экология. Ну, мы, конечно, не при море, но, к сожалению, всевозможные чрезвычайные ситуации из-за природных явлений, из-за погоды у нас тоже случаются. Не часто, но бывают. В это лето тоже без них, к сожалению, не обошлось. Как удалось, как быстро удалось ликвидировать последствия? Сколько сил было потрачено? К сожалению, конечно, год мы начали не с природных, а с техногенных. Чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций. Вы все прекрасно помните. Тувси – опять человеческий фактор. А природные они пошли у нас с апреля месяца. Традиционно. Половодье. Вы правильно отметили, что это не Примурь, не Дальний Восток. Но АлатРы, город АлатРы, у нас практически ежегодно, особенно последние десятилетия, потапливает подгорье, микрорайон подгорье. Там полностью частный сектор. Но когда вода приходит, даже пусть уровень поднимается с Уры, выходит из берегов на полметра, там подгорье получается подгорье. Но в пределах 50 домов уже подтапливает. Когда вода заходит подполье, уже поднимается к полу, там уже жить практически невозможно. Поэтому в основной массе свои люди перебираются к своим родственникам традиционно, уже повыше сам город АлатРы. И в итоге там остается у кого-то живность, имущество полностью. Там никто оттуда не вывозит. Поэтому все заинтересованы, чтобы сходить, сплавать на лодке. Или как? Проведать, конечно. Проведать, кроликов покормить, козу покормить. И в итоге ежегодно, что в прошлом году, что в этом году, наши спасатели, поисково-спасательная служба, совместно с отделом ГИМС, Главным управлением России по Чувасской Республике, обеспечиваете их транспортом. Практически дежурили по 10 дней. Что в том, что в этом году дежурили, это получалось в пределах 60 человек общей сложности и техники в пределах 25 единиц. Это тоже копеечку уходит. Мы на это практически... То есть ущерб там был, если так, прямой ущерб то, что население, и плюс, что затраты, там в пределах 10 миллионов. Но, благо, вода ушла, ну так... Довольно быстро. Сравнительно, да, быстро. И поэтому люди вернулись на места своего постоянного жительства. Честно говоря, я даже и не знаю, какой для вас сезон более хлопотный, более беспокойный, больше головной боли приносит, летний или, наоборот, зимний, когда резко учащается количество пожаров. Наверное, даже отделять календарные зима, весна, лето, осень здесь даже просто и невозможно, и нет смысла. Потому что для спасателей, для пожарных, для тех, кто занимается именно обеспечением безопасности людей и территории Чувасской Республики в рамках пожарной безопасности, в рамках безопасности на водных объектах и техногенные, в принципе, для них время суток, время года не играет роли. Поэтому для нас главнейшая задача это реализация государственной политики в области защиты населения и территории. Поэтому мы, в принципе, готовы. Но, тем не менее, вот буквально на днях на последнем совещании у главы Чувасской Республики вы высказывали беспокойство о том, что количество возгораний из-за неправильного обращения с огнем, из-за неверного использования, неосторожного обращения с электроприборами учащается именно в осенне-зимний период. Вот если взять динамику, это, ну, последние три года, вот мы взяли осенне-зимний период, 10-11 год, переход, 11-12 переход и 12-13. Если средняя статистика, средняя статистика, в среднем у нас месяц выходит погоду в пределах 70-70 пожаров в месяц, то октябрь-ноябрь идет рост. В октябре в среднем это 90, в ноябре в среднем это 100, в декабре в среднем это 115 пожаров. То есть в полтора, в полтора, чуть ли не в два раза. Резкий рост и уже начиная с января-февраля идет небольшой спад. Здесь, конечно, можно... Одной из причин это как раз начало отопительного сезона. Много еще у нас, где и хотя вся республика газифицирована, но есть, где и существует печное отопление, кое-где еще, где газ не провели. Где-то в такой период еще и электричеством обогревается, где опять недоступен газ. И в основном в этих домах, в этих квартирах проживают у нас люди не очень-то адекватного поведения, то есть асоциального, где сборище всевозможных, те, которые ведут себя не очень-то достойно, где сборище, там пьянка, где пьянка, там пожар. И поэтому количество пожаров, как я отметил, резко возрастает. Поэтому сейчас все организационные мероприятия тоже проведены, все указания муниципалитетам даны, чтобы отработать все вопросы во всех поселениях, во всех населенных пунктах, именно сотрудники администрации района, сотрудники администрации поселений, инспектора, ГОШ-ПОШ-Надзора, плюс наша участковая полномоченная полиция, чтобы обходили и по несколько раз именно такие дома. Потому что, ну, к сожалению, когда горят, бывает такое, что горит не один дом, и охватывает и соседние. И плюс, конечно, мы просим населения, население, сосед соседа прекрасно знает, особенно в сельской местности, и знают, где что возможно, чтобы все же контролировали, предупреждали. Да, неудобно, но, тем не менее, деваться некуда. Ходить, ходить, предупреждать, просить, уговаривать, где-то, может быть, даже и пальчиком погрозить, что придет время, не дай бог, что такое случится. С десятого раза, может, дойдет. Сократим на 5%, это уже будет плюс. К сожалению, пожары – это не только человеческие жертвы. Даже если обходится совсем без жертв, слава богу, все равно серьезный материальный ущерб. Я с вами согласен. За 9 месяцев этого года у нас 786 пожаров. В этих пожарах у нас ущерб составляет. Подсчет тоже очень привлезительный. Необъективный, я бы сказал. Практически 100 миллионов. На 100 миллионов ущерб – это прямой просто ущерб. И этот ущерб у нас с каждым годом растет. То есть количество пожаров сокращается, а сумма ущерба у нас увеличивается. Потому что все равно, как бы там ни было, уровень жизни улучшается. Я имею в виду прежде всего электронно-бытовая техника, оргтехника, все же высокого качества. И ценовая политика совсем другая. Но несчастные случаи приводят к этому. И слава богу, в то же время растет у нас и количество спасенных нашими спасателями, нашими пожарными во время пожаров. Количество спасенных как людей, так растет количество спасенных материально-товарных ценностей. Ну, все равно, все равно пожар, любой пожар – это беда. Ну, вот вы, кстати, совсем недавно приводили данные о том, что в случае с погорельцами, ну, по крайней мере, вот за этот год, застрахованными от огня было имущество только в 17% случаев. То есть почему у нас настолько непопулярна нынче вот эта мера, как страхование имущества от огня именно? Ну, вот если взять, допустим, где-то 20 лет назад, все же вот население больше, больше страховало свое имущество от несчастных случаев. То ли это перешло еще от старого времени, само население уже было, привыкло к этому ежегодно, они к ним приходили представители, ну, там тогда была одна страховая компания, Росгострах, и они пролонгировали ежегодно, далее, далее. Но последние 10 лет эти показатели, объемы, проценты, они падают, ну, с каждым годом. И цифра сейчас, она остановилась, где-то вот в пределах, наверное, но я сужу только по тем, где у нас несчастные случаи произошли. Эта цифра стоит в пределах 16-17%, хотя страховых компаний сейчас много, они работают в этом направлении, ну, или они не могут достучаться до каждого, или не могут убеждать на тех примерах, которые вот случаются. Понятно, несчастный случай, идет правительство Чувасской республики навстречу. Из резервного фонда кабинета министров определенные выделяются суммы, но это беспредельно, без конца же не может быть, потому что есть какой-то предел резервного фонда Чувасской республики. Поэтому вот выделили по крупным пожарам это Тувси, Ибреси, Шумерля, но у нас же пожаров и без этого много. Хотя, вот, хотя, по этим трем даже случаям, которые я назвал, там были люди застрахованные, свое имущество, и они получили, в принципе, полностью, полную выплату, без каких-либо задержек. Абсолютно. Вот сегодня случился пожар, буквально через день-два они уже все оформили, все компенсацию получили. Поэтому надо к этому стремиться. Все-таки, в каких случаях больше всего работы у ваших спасателей? Вот когда они связаны с пожарами? Ну, пожары – это одно направление. Плюс наши спасатели же, они выезжают на все практически, ну, ДТП с гибелью, с увечем людей, когда вот крупные ДТП, когда невозможно достать пострадавших из кабины. И практически они вот с нашими медиками параллельно постоянно работают и оказывают помощь, практически первую помощь совместно в таких случаях. Ну, помимо этих двух направлений, выезжают на предприятия, учреждения, когда у них бывают моменты, когда они своими силами не смогут устранить те, добраться в труднодоступные места по устранению тех или иных технологических недостатков или неисправностей, тоже оказывают помощь. Ну, и плюс население постоянно на связи, когда вышли из дома, ключ забыли. Такие случаи, кстати, часто бывают? Кошка сидит на крыше балкона десятого этажа или какого-то достать не могут. Кошка на дереве. Таких случаев тоже практически каждый день. Сколько спасателей у вас сейчас в отряде? И какие у них специальности? То есть они же все, или они все универсалы? Ну, они практически все универсалы. Их 92 человека, но там и техперсонал, обслуживающий персонал. А сами спасатели, два направления, это чисто спасатели и плюс водолазные направления. Они обучены, они прошли аттестацию, все имеют свидетельство и классную квалификацию ежегодно они практически повышают. Там работают именно настоящие профессионалы в этом направлении. Это то, что в нашей спасательной службе, помимо этого же у нас ГИМС, это на воде. Они работают. Инспекция по маломерным судам. Ну, мы работаем совместно с ними и плюс все пожарные части, те, которые относятся тоже к главному управлению. Поэтому сложные задачи мы всегда решаем совместно. То есть сил достаточно? Сил достаточно. И нас есть, кому защитить, случить что? Дай Бог, чтобы их меньше было. Спасибо большое, Вениамин Иванович. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова